здравствуйте добрый день такой организационный вопрос нам завтра всем к десяти приходить или как-то разделиться вот давайте хорошо давайте мы с этого можем начать мне было бы приятнее и удобнее немножко если все таки кто-то из вас включил бы видео ваше но я могу и со своей говорящей головой разговаривать значит давайте обсудим сколько вас человек планирует сдавать экзамен у меня один человек уже попросил тройку без сдачи я не знаю может быть завтра еще кто то захочет или не захочет сколько человек должно быть могу попробовать на эти латтс вроде ну хорошо давайте так давайте договоримся что семь человек если вас 15 всего примерно что семь человек примерно придут к началу к десяти ну а дальше еще остальные 12 хорошо ты просто единственное чего я бы не хотел чтобы я приехал к десяти все остальные считали что они находятся во второй половине которым 12 вот это вот просто понятно что не хотелось бы а так пожалуйста а если вопросы какие-то по курсу по существу или ничего нету может быть кто-то хочет получить тройку и не приходить завтра вообще давайте тогда я спрошу пока не хочу пока не хотите странно давайте мы сделаем следующее я сейчас открою конспект может быть это будет удобней а вы если что будете прямо задавать вопросы вот одну секунду тут уже все семинар закончился я просто другой кафедры да извините семинар закончился но все в четыре часа семинар закончился и и теперь консультация да то то зимит тогда спасибо до всем всего доброго до свидания так ну чего значит я попробую сделать это шеа скрин ну вот пожалуйста да захар начинайте вот там про закон багера это там где прямые переходы там собственно написано что это примерно очевидно дальше написано что это не сходится размерность так понятно ну сейчас значит полезно может получиться лишние полбалла одну секунду прямые между зонные переходы давайте смотреть значит там наверно в первом равно номеровочный объем хорошо значит убедительно говорите если n красиво эта концентрация фотонов то тогда в знаменателе еще должен быть нормировочный объем этого вы добиваетесь ну вот в целом да а еще здесь как написано что практически очевидно долго получилось можно прокомментировать просто вы имеете ввиду как его получить быстро ну в частности но сейчас вот мне кажется что если быстро вы хотите получить то полезно действительно вот написать так как здесь написано вот темп переходов дается формулой 22 7 матричный элемент вы пишете честно вот через векторный потенциал и pcv а квадрат векторного потенциала вы можете легко связать с концентрацией фотонов но я это умею делать так я умею написать энергию электромагнитного поля в нормировочном ящике значит энергия электромагнитного поля в нормировочном ящике значит это есть е квадрат значит поделить наверное на 4 пи еще значит мы сейчас можем двойку обсудить ну и значит умножить на объем если нужно ну и вот отсюда очень я не знаю это вот как бы то что вы хотите или вы считаете что это длинный путь ну но я думаю что это как бы самый короткий есть на самом деле немножко может быть более такой я бы сказал прямой путь нужно пользуясь золотым правилом ферме написать не темп переходов а мнимую часть электрической проницаемости это не очень сложно сделать но может быть как бы я не знаю у вас статфизика в принципе была просто фактически значит вот в той формуле в 22 7 вместо mcv от к просто входит просто входит оператор тоха но опять же может быть там еще с множителем частоты перехода чтобы получить как бы координату что получить дипольный момент после этого если вы знаете эпсилон то вы находите затухание мнимую часть как бы волнового вектора через мнимую часть показателя преломления ну и соответственно получаете значит вот коэффициент бугера коэффициент в законе бугера коэффициент поглощения но в принципе опять же если вот вы посмотрели это может быть действительно не самая тривиальная вещь но это даже вынесено куда-то в задачи которые там в конце есть вот видите к лекции 22 задача 3 если как бы интересует куда можно подглядеть чтобы проверить я не знаю там например размерность или еще что то есть книжка ансельма значит вот по теории полупроводников там эта формула просто выведена вот ровно так написано написано золотое правило ферме собран коэффициент через векторный потенциал а дальше проведена нормировка как бы на один фотон еще если какие то вопросы если прям никто не хочет спрашивать я тогда еще спрошу почему в куперских парах импульс противоположен и спин противоположен значит попробую как-то качественно пояснить значит спин противоположен легко понять электроны притягиваются мы хотим чтобы у нас сформировалась связанное состояние полная волновая функция двух электронов антисимметрично по отношению к их перестановку значит если у вас спины параллельные тогда у вас спиновая часть симметричная орбитальная должна быть антисимметричная в этой функции будет ноль при совпадающих координатах поэтому для достаточно для достаточно как бы короткодействующего взаимодействия у вас эффективно притяжение не будет притяжение будет будет больше для синглетного состояния где спины антипараллельны ну а соответственно волновая функция симметрично по отношению к орбитальная часть волновой функции симметрично по отношению к перестановкам это наверное ответ на первый вопрос согласны да но видимо просто энергия состояния ну да как бы вы можете изучать это называется вот то что вот я сейчас говорю называется там с спаривание в принципе бывают ситуации когда изучается по спаривания для спаривания в п канале там вот может быть с параллельными спинами теперь по поводу противоположных импульсов ну здесь может быть это утверждение такое значит его говорят все она может быть не безумно строго я сейчас попробую сказать что имеется ввиду значит просто когда мы решаем задачу вот вот я не знаю я куда-то прокручиваю вот когда мы решаем задачу и пишем например формулу 24.13 то мы рассматриваем ситуацию когда центр масс этой пары покоится ну тогда ясно что импульсы двух электронов которые входят в пару они значит будут противоположны друг другу если сама пара двигается как целая конечно у нее будет суммарный как бы импульс ее импульс центра масс но вот этот вот суммарный импульс он будет какой-то тогда конечно уже импульсы отдельных электронов не будут противоположны спасибо пожалуйста ну давайте еще третий вопрос сразу ну а печатки может тогда удобнее уже на экзамене вы скажете и все коллеги еще у кого-нибудь есть вопросы да здравствуйте у меня есть вопрос по третьему билету есть взаимодействие квазичастиц в конспекте сказано то что взаимодействие квазичастиц можно учесть по теории возмущения да вот и нам получается теорию возмущения нужно для этого писать я думаю от вас конечно не требуется делать больше чем я рассказывал на лекциях значит сейчас это вот по-моему я хочу куда-нибудь где вы лучше меня знаете значит когда речь идет про взаимодействие квазичастиц ну вот это просто то что как вазе электроны сквозь и дырками ну вот вот я думаю что вот вот нужно что-то рассказать вот про вот это вот а все хорошо вот и есть счет вопрос ну вот я не знаю ну вопрос опечатка это или нет на 100 пожалуйста задавайте какая страница 180 180 до да вот это вот в самом низу самая нижняя формула а так у вас по моему страница можете тогда предыдущая нет по моему так сейчас может быть съехала на одну страницу я не знаю я что-то может быть там чуть-чуть добавлял но я даже не помню что ангелирование про интеграл столкновений вот кинетическое уравнение интеграл столкновений да вот еще ниже получается там где у нас появляется множитель 1 минус косинус фи вот вы имеете ввиду про транспортное да 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 это про транспортное вот 1 минус косинус фи и видимо ниже да и видимо ниже видимо ниже да вот да вот получается самая последняя формула не должен ли там стоять 1 минус косинус фи либо мы просто как-то так поменяли лихо это я думаю что вопрос порядка слагаемых да 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 или слагаемых значит это вот смотрите у меня есть как бы к штрих я вот только не понимаю почему здесь п это на самом деле исправляем это хорошо что вы обратили внимание здесь стоит конечно видимо к я не понимаю откуда мог буква п значит это из какой то п ну п п все извините вот видите уже значит это я хотел испортить значит п хорошо но теперь смотрите к штрих конечный стоит спереди а к штрих он как раз но его проекция на к она как раз косинус раз меньше поэтому мне кажется что здесь все правильно а ну да да хорошо убедительно как бы если я изучаю именно время транспортное вот понятно что косинус ограничен единицей поэтому должно быть 1 минус косинус а интеграл столкновений но это вопрос знаков куда мы его пишем там в правом другое часть но соответственно вопрос сначала у вас пишется приход или уход но в общем в приходном слагаемом вот сумма где именно f от к штрих вот оттуда косинусы вылезет все хорошо спасибо и вот последний вопрос там у вас была ссылка на гипотезу ландау то что ему можно посчитать в девятом томике ландавшица да к сожалению там вообще не нашел даже упоминание именно гипотеза ландау сейчас что вы имеете ввиду гипотеза ландау правил квазичастицы да 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 вот просто где про нее давайте сейчас откроем почитаем вместе да и потому что 9 дом ландавшица да конечно сейчас все будет не беспокойтесь пожалуйста она в пятом томе разве 9 9 да 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 в 9 вот а у меня по-моему 9 открыт да 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 от физика 2 ну вот на самом деле вот начиная прямо со страницы 11 элементарные возбуждения в квантовой фирме жидкости вычисления ну просто такое ощущение то что здесь вот нет слов именно что это всякое слабо возбужденное состояние можно рассматривать в квантовой механике как совокупность отдельных элементарных возбуждений ведут себя как некоторые квазичастицы но вот это вот ландау предложил вот теория такой фирме жидкости была создана ландау ему принадлежат результаты излагаемый здесь параграфом 1 4 и доказательство этой гипотезы она тоже здесь доказательство есть давайте я вам сейчас покажу его на всякий случай оно есть но это дальше вот да 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 это развита после того как у них развита вот диаграммная техника ну собственно вот я даже думаю что уже сверхтекучесть это не надо значит и сверхпроводимости это не надо ну собственно видимо 21 параграф гринусской функции почти идеально почти идеальный фирме газ это как бы теория возмущений на самом деле это параграф 20 это вывод связи между предельным импульсом и плотностью вот там доказана эта теорема которая у меня называется значит я не ссылаюсь как там теорема ландау латтинжера ну и собственно и до этого вот все что тут есть это все сделано и вот видите тут начинается полученные в предыдущих параграфах соотношения позволяют дать последовательное доказательство основное положение теории фирме жидкости ландау утверждение о том что вот дается такой же формулой все понял хорошо спасибо большое я хочу сказать что я не знаю просто значит насколько вам легко читать эту книжку конечно это не самое простое и не самое может быть хорошее изложение вот теории вандау теории квазичастиц значит книжка абрикосова горького и делашинского значит так называемая раньше называлась зеленая книжка значит методы квантовой теории поля в статистической физике может быть там уже это получше немножко написано значит если вам хочется попроще то нужно искать какие-то более простые учебники есть например учебник квантовая теория твердых тел там два автора кацинельсон и ванцовский значит он есть где-то его можно скачать и можно смотреть всякие книги такие которые как справочники типа махана теория многих тел хорошо спасибо в принципе формально здесь все есть и как бы просто здесь ну иногда изложение такое оно может быть более сложное отражая какие-то личные предпочтения авторов и может быть их какие-то мытарства но потому что это вот писал там не знаю питаевский и собственно у него все это было свежо еще в памяти когда человек излагает свои работы он может быть не всегда идет самым коротким путем к ответу но здесь все это есть да хорошо спасибо пожалуйста коллеги еще что-нибудь а да на самом деле еще вот у меня один вопрос есть про рассеяние на нейтральных примесях до там в комплекте грубо говоря про это ну треть странички сказано да поэтому вопрос нужно ли это как-то подробнее с помощью доп литературы как-то объяснить ну я не буду конечно вас мучить поэтому я думаю что если как бы вы вот это просто знаете что вот в трехмеренной системе есть вот такая вот оценка которая написана которую как-то качественно можно получить из соображений размерности и которая но более-менее говорит о том что если вот у меня есть нейтральный донор значит на него налетает электрон то эффективно значит как бы рассеяние происходит когда электрон попал в боровский радиус в объем порядка как бы боровского объема поэтому вот есть множитель концентрация доноров на куб боровского радиуса ну а характерная частота рассеяния значит если вот электрон уже туда попал то это конечно единственный параметр который есть от типа энергии связи значит как конкретно эту задачу решать но в принципе это известно значит хотя ее аккуратный анализ по моему приведен вот из того что я знаю в книжке мод то теория атомных столкновений где просто рассматривать задача рассеяния электроны на атоме водорода я конечно спрашивать не буду ну вот какие то большие детали если вдруг случайно это знаете пожалуйста если нет то то можно как бы это и не знать спасибо пожалуйста пожалуйста еще может быть есть какие то вопросы спасибо Ну, я не знаю, что делать. Если вопросов нет, значит, наверное, консультацию можно уже дальше не проводить. Тогда что же это? А куда будет запись консультации выгружена? Рекординг есть, идет какой-то. Ну да, но я сейчас, значит, если еще мне дадут полчаса времени, я, значит, могу что сделать? Я могу ее отрезать, потому что у нас был семинар, значит, я ее отрежу от записи семинара, естественно, и я ее выставлю на сайт курса. Хорошо, спасибо. Я просто хочу сказать, что, ну, по-моему, значит, почти бессмысленно. То есть вы показали, что вы посмотрели конспект, значит, нашли какие-то вопросы, ну, если их мало, нет, может быть, просто все хорошо, может быть, действительно, как бы для вас этот курс оказался реально простым, и как бы, ну вот, поэтому вопросов и нету. Ну, я запись эту выставлю, ничего страшного. В основном вы будете смотреть там на мою рожу и слушать то, как я еще раз буду спрашивать, а есть ли вопросы. Ну что, давайте, последний шанс. Вот такой, здравствуйте, может быть, есть вопрос. Вот в главе про квантовый эффект кола и ассоциации шубникового газа, там выводится, ну, там не вводится, а просто говорится, что, значит, время релаксации пропорционально этому плотности состояний. Ну, скорость релаксации, наверное, пропорционально плотности. А, да, ну, я вот так вот на скидку, да. А это откуда получается? Вот посмотрите, например, как устроено золотое правило ферми. Вот, была, кстати, формула где-то, только что мы ее обсуждали. Вот темп рассеяния. А это просто из интегрирования, да? Ну, конечно, потому что есть скорость перехода, здесь, значит, в этой вероятности перехода стоит дельта-функция. Когда я буду интегрировать по конечным состояниям, у меня будет плотность состояния. Я замечу, например, что в квантовой механике, вот, ну, так как, например, она излагается в книжке Ландау и Лифшица, там, где это относится не только, естественно, к кристаллам, но и к атомам, там, или к каким-то другим системам. Там вообще сразу, когда пишутся переходы в непрерывном спектре, если помните, там скорость перехода нормируется на плотность состояния, там вылезает такое делью-ф. Поэтому, конечно, это типичная ситуация для рассея, более-менее при любых механизмах рассеяния, уж, по крайней мере, множительной плотности состояния есть. Если есть конечные состояния, значит, у них рассеяние эффективно. Если конечных состояний нет, у них рассеяние неэффективно. Проблема заключается в том, вы это, наверное, знаете, потому что вы ходили на курс, значит, вот, квантового транспорта, или не ходили, я не знаю, глянь, иду голубу. Проблема в двумерной системе, проблема в двумерии. Дело в том, что у вас в двумерии, в идеальной системе, если нет беспорядка, у вас спектр строго дискретный, да, у вас есть уровни Ландау, у них есть дискретные энергии. Давайте я сейчас к этому просто перейду, одну секунду. И, значит, плотность состояния – это набор дельта-функций. Каждое состояние, что еще хуже, оно вырождено, формально, бесконечно многократно вырождено по Ку, по той компоненте волнового вектора, которая осталась, или по центру осциллятора. И проблема заключается в том, что, как бы, вы можете сказать, ну, вот я буду пытаться считать темп перехода по золотому правилу ферме. Тогда у меня будет получаться какая-то ерунда. Я буду считать время рассеяния электрона, а у меня это время рассеяния электрона будет, ну, или скорость рассеяния будет либо ноль, если мы не попали в дельта-функцию, либо бесконечность, если мы попали в дельта-функцию, если вот, ну, так подобралась энергия электрона. И вот эту процедуру нужно делать самосогласованно. И я надеюсь, что вам просто на лекциях по транспортным явлениям, либо Леонид Евгеньевич просто вывел, как это делается из диаграммной техники, когда удается одновременно учитывать, как бы, вот рассеяние, и как рассеяние, и как уширение плотности состояний. Ну, либо, по крайней мере, сформулировал это более строго. Значит, ну, можно сделать некоторый трюк и получить самосогласованное уравнение. Как бы, там, где плотность состояний больше, там, конечно, рассеяние лучше, но это приводит к уширению. И поэтому можно, ну, в таком самом простой модели вообще получить вот уравнение на ширину соответствующего Лоренца. Как бы заменить плотность состояний на Лоренц некоторой неизвестной шириной, написать золотое правило ферме, заменив дельта-функцию вот на этот самый Лоренц, ну, и попробовать получить уравнение самосогласования. Вот оно с точностью до двойки даст, ну, более-менее правильную плотность состояния. По крайней мере, если уровни Ландау не безумно разнесены. Ну, еще раз, качественно, значит, это все связано с тем, что если у вас есть там темп рассеяния, то он пропорционален плотности состояния. Если у вас есть проводимость, то, значит, там, ну, вот, тоже она связана с плотностью состояний. Еще вопросы? Ну, ладно, если вопросов нет, тогда давайте, наверное, завершим на сегодня консультацию. У вас уже час поздний, пора, наконец, готовиться к экзамену. Ну, и вот. Все тогда. Я отключаюсь. До свидания. Спасибо. Все, до свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...